Всем привет, дорогие друзья! Привет! Из... как вы думаете, где мы? А мы находимся во Фьоне. И, как я вам и обещала, направляемся в Бодру. Это наше путешествие очень спонтанное. Почему? Потому что захотелось немножко отдохнуть. Пару деньков, 2-3-4 дня. И буквально неделю назад, набрав на букинге наши даты, введя 3,4 звезды отель, я стала сортировать по цене от самой дешевой к самой высокой. И букинг мне выдал отели в Бодруме, в Анкаре, в Стамбуле, в других городах. И я давно думала о том, чтобы поехать в Бодру или Марморис. Я никогда там не была. И, как говорится, всему всегда свое время. И, видите, такое положительное стечение обстоятельств. Мой день рождения. Место, где мы никогда не были. Отличная цена. Хорошие отзывы. Поэтому сейчас мы с вами направляемся в Бодру. по этой дороге мы едем впервые. И сейчас мы отъехали примерно на 100 км от Афьона. От Афьона до Бодру ехать примерно 450 км. От Анталии до Бодру примерно 300 км. От Алании также 450 км. Чем знаменит этот район? Это район Динар. И этот район знаменит тем, что это место является самым древним поселением на территории Анатолии. И зарегистрировано в источниках как 1200 годом до нашей эры. Представляете, насколько древние эти места. Чем известно это место? Здесь очень много античных достопримечательностей. Есть озеро, на которое прилетают фламинго, где их можно наблюдать. Здесь также есть фабрики. И как весь Афьон, это место также является важным сельскохозяйственным центром. Выращивают пшеницу, картофель, помидоры, огурцы, перец, баклажаны и так далее. Из традиционных ремесел здесь есть традиционная кукла, которая называется Фадиш Бебек. А из местных блюд это рыба Алабалык, Кешкек и Катмер. В общем, если будете проезжать эти места, обязательно посетите Динар. Ну а дороги в Турции отличного качества и мы продолжаем наш путь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы остановились на заправке, чтобы перекусить. И на многих заправках есть вот такие вот беседки с лавочками и столиками, где можно перекусить. Мы всегда с собой берем вот такую вот коробку для пикника. Эти коробки, я не знаю, наборы для пикника продаются в Биме, в Шоке, в общем, в разных магазинах и стоят всего 20 лир. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Входит в состав этого набора 6 тарелок, 6 вилок, 6 ложек, 6 ножей и 6 стаканчиков. Очень удобная штука, друзья, я вам уже ее показывала. И мы обычно в дорогу берем фрукты, вареные яйца, какие-то овощи. И даже когда летаем на самолете, я всегда с собой что-нибудь беру. Очень классная, удобная штука. Ну, а как я уже сказала, мы продолжаем наш путь в Бодрум. И в Турции нет проблем с тем, чтобы по дороге заправиться, перекусить. Большое количество заправочных станций. Везде есть туалеты, какие-то снеки можно купить. И на некоторых заправочных станциях есть такие вот беседки, где можно выпить чай, перекусить, купить что-то на заправке или перекусить тем, что у вас есть. Сейчас мы находимся в районе Динар. Точнее, от него уже отъехали, как я вам говорила. Вот эти места, они просто полны истории, античной истории. И Динар является самым древним античным поселением, точнее, самым древним известным поселением на территории Анатолии. Представляете, 1200 год до нашей эры. Не перестаю удивляться. Поэтому в Турции, куда бы вы ни ехали, везде найдете что-то невероятно интересное. Даже находясь на отдыхе, обязательно выходите из отелей, обязательно путешествуйте по близлежащим местам. Ну, а мы движемся дальше. Сейчас мы подъезжаем к городу Денизли. До Бодрума осталось 260 километров. Мы проехали половину пути. Чем знаменит город Денизли? Город Денизли является текстильной столицей Турции. И здесь производят в основном домашний текстиль. Такой, как халаты, полотенца, постельное белье и так далее. В Турции, помимо Денизли, текстиль производят также в Бурсе, в Стамбуле, в Баскишхире и в других городах. Но именно Денизли знаменит своим домашним текстилем. И здесь расположено огромное количество фабрик. И я уверена на 100%, что у всех вас дома есть текстиль из Денизли. Хотя бы одно полотенце или, может быть, простынь или постельное белье. И сейчас мы как раз подъезжаем к городу. И здесь вы видите огромное количество фабрик, ателье, производств и так далее. Конечно же, экономика города основана именно на текстильном производстве. Как, например, экономика Алании или Анталии основана на туризме. Музыка Также именно в Денизли расположены знаменитые источники, знаменитые достопроизводства. Примечательность турецкая, Памуккале. Совсем недалеко от самого города Денизли. Обязательно пишите в комментариях, были ли вы в Памуккале. Мы были несколько раз. И там, конечно же, очень красиво, очень интересное место. Продолжение следует... Спустя несколько часов мы въехали как в провинцию Мула, так и сейчас ехали в город Мула. В Муле проживает миллион сто пятьдесят тысяч человек. Да, это очень большой город. А если говорить о провинции Мула, то она ограничит с Анталией. Там, где Анталия заканчивается, Кашкалкан, начинается Фетье и это уже провинция Мула. В провинции Мула находятся такие знаменитые курорты, как Фетье, Марморис, Одрум, куда мы с вами сейчас и направляемся. Показываю вам всю эту дорогу для того, чтобы вы еще раз увидели, насколько Турция интересная и разнообразная страна. Ну и конечно же, друзья, в конце этого видео обязательный бонус. Мы быстренько доедем до Атея, скинем все наши вещи и пойдем сразу купаться на море. Поэтому покажу вам море и пляж. Если говорить о Муле, то мы сейчас едем в сторону Эгейского побережья Турции. Муле, Алания и Анталия – это средиземноморское побережье, а Мула, Бодрум – это Эгейское побережье Турции. Чем знаменито Эгейское побережье? Конечно же, это в первую очередь популярными туристическими регионами. Если говорить о производстве, об экономике, то здесь, конечно же, тоже развито сельское хозяйство, но выращивают в основном цитрусовые, лимоны, апельсины, мандарины, дрейфрукты и, конечно же, оливки. И если говорить об исторической составляющей, то это уникальные места. Об этом я вам расскажу в следующих видео, когда мы будем гулять по Бодруму и близлежащим районам. Но скажу такую интересную вещь, что Геродот как раз родился и жил в том месте, где сейчас находится Бодрум. И Галикарнатский мавзолей также находился в Бодруме. Седьмое чудо света. Сейчас, как я уже сказала, мы в муле. В центр города мы не едем, а отправляемся в Бодрум. На указателях Бодрум уже есть. Все, дорогие друзья, мы в Бодруме. Наш отель расположен в самом центре и сегодня мы с вами пойдем на муниципальный пляж. Посмотрим, как у них здесь все устроено. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, дорогие друзья, мы заселились в отель. Это не суперлюкс. Это самый-самый обычный отель, но на берегу моря и в центре Бодрума. И этот отель нам стоил за две ночи на двоих всего 3 тысячи рублей с завтраком. Завтрак я вам покажу в следующем видео, а сейчас покажу нашу комнату. На самом деле, на первый взгляд, очень прилично и уютно с большой ванной и балконом комната. Здесь много вот таких вот блоков. Видите, в каждом блоке три комнаты. Мы на втором этаже. На первый взгляд, все очень прилично. Много иностранных отдыхающих. И в каждом блоке с этой стороны две комнаты и с этой стороны две комнаты. У нас комната с этой стороны. И ванную. Покажу вам ванную. Большая душевая. Мы всегда с собой возим наши вещи для пляжа. Здесь есть мыло всякие. Этим всем мы все равно пользуемся. Тоже привозим свое. Туалетная бумага, фен, туалет. Все необходимые полотенца. В общем, огромная-огромная ванна. Чисто, чисто и уютно. Здесь большой шкаф. Можно повесить, положить все свои вещи. Есть, кстати, что самое важное. Рабочий стол. Но там телевизор. Но я там все равно все сделаю рабочее место. Здесь такая мини-кухня. Можно поставить чайничек. Обязательно есть сейф. И кровать. Можно было выбрать. Я просто выбрала, что было. И вот такая вот кровать двухспальная. Конечно же, неизвестно, насколько они удобные. Но это семейный номер. Он такой маленький, как вы видите, небольшой. Есть очень удобный матрас, кстати, сверху. Айхан сказал, что он хочет спать здесь. В общем, вспомнить детство. В общем, вот такая вот уютная комната. И я очень люблю вот этот вот голубой цвет. Бирюзовый. Шикарно. Для двух ночей мы приехали просто посмотреть на Бодрум. Достаточно отлично. Я думала, что будет хуже. И вот здесь есть балкон с прекрасным видом на другие домики. Ничего особенного. Самый-самый обычный отель. Но мне с первого взгляда мне понравилось. Здесь еще есть бассейн, ресторан. В общем, сейчас идем на пляж и покажу вам бассейн. Мы пришли на муниципальный пляж, друзья. Здесь есть пляжные, отельные пляжи. И вот так вот выглядит муниципальный пляж. Мы решили здесь не оставаться, а поехать на другой пляж. Сейчас мы приехали на другой пляж. Называется Битес. Этот пляж находится в трех километрах от того пляжа, где мы только что были, от муниципального. И здесь обстановка такая, более или менее приятная. Я, конечно, хочу покупаться в голубых красивых лагунах, но до них нужно ехать. И туда мы поедем в следующем видео. А сегодня будем купаться с вами здесь. Вот он, друзья, Бодрум. Вот он, один из пляжей Бодрума. Их огромное-огромное количество. Здесь есть и крепость, кстати, куда мы с вами тоже сходим. И многочисленные маленькие порты, яхты. В общем, удовольствий много. На пляже здесь мелкий-мелкий песок. Уже солнце заходит. Вот столько я отошла от берега, и вода мне до сих пор по колено. В общем, будем плавать, отдыхать. Солнце уже зашло. Стало прохладно, и мы отправляемся на ужин. Наступило утро следующего дня. Мы сейчас идем на завтрак. И в следующем видео мы объедем все пляжи Бодрума. И покажем вам, кто проснулся, доброе утро. Кто ложится спать в какой ночь, кто кушает. Всем приятного аппетита. С вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал. Будьте здоровы. Всем всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok